Нужны бесплатные орлы? Да без проблем. В описании под видео переходи по ссылке, устанавливай приложение, откидывайся на диване и выполняя простейшее задание, забирай голду. Не забудь правильно указать свой аккаунт. Можешь еще мой код ввести для бонусов, ну или же сгенерить свой для друзей. В общем, дерзай. В любом сражении эта штуковина привлекает массу внимания. Все оглядываются, кто-то начинает вас таранить, притираться, но в любом случае это, конечно же, заметная, уникальная и довольно любопытная техника. Всем привет, ребят. Type-3 кочи. Машина, которую смогли уже протестировать обзорщики наконец-то в сражении и, в принципе, большинство того, что я предполагал о ней, подтвердилось за исключением одного момента. Если как танк-амфибия, что вы узнаете во второй половине ролика, это, как всегда, бесполезный функционал, который не приносит никакого тактического преимущества, то, что касаемо боевых возможностей, я не ожидал, но эта техника очень даже интересная. Хотя все равно главная ее ценность коллекционная. При этом лещей раздает знатно. Корабль на 7 человек, который двигается достаточно быстро для своих габаритов, побыстрее, кстати, чем Маус, хотя максималка у них плюс-минус одинаковая, но динамика все-таки у японского парохода поприятнее. И задом он сдает довольно резво. К тому же, несмотря на в целом картонность, за исключением маски, довольно неплохо живет. Тут уж спасает всем членов экипажа, большие габариты машины, где, может быть, каморник и взводится. Тем не менее, большая часть экипажа выживает, и машина продолжает гнобить. Единственный случай, когда ее могут заваншотить, разумеется, боеукладка. Она находится в нижней части парохода, и по глупости своей в этом сражении я взял максимум 120, черт подери, снарядов. И знаете что? А ничего. В итоге машину все равно забрать не могли. Причина классическая. Игроки еще не притерлись и не знают, как ее бахать максимально эффективно. Тем более, что это вообще низкий ранг с БРМ 1.7. Здесь каждый второй, ну, бас. Куда они мне только не стреляли, но лишь бы не в боеукладку. А чтобы попытаться перебить всех членов экипажа, да мне кажется, проще дождаться второго пришествия Иисуса. Но нубы в такие сложные темы не вникают, лупят, куда попало. А нам на японцы от этого только в плюс. Кстати, понтоны в подобных боях бесполезны, через модули их можно снять, но я ради красоты ролика и в целом габаритов машины, чтобы придать величие, решил их оставить. Ну и плюс, чтобы больше нагонять страха на врагов, которые его увидят и подумают, «О, у флота настолько упал ландлайн, что улитка решила объединить флот совместными танковыми сражениями вместо занерфленной авиации». Зато теперь смело можно назвать War Thunder 3 в 1, наконец-то. Как видите, эту японскую дрянь ничто не берет, кроме вот этого. Да, фугасы в каждом БРе затычка. Против них не попрешь. Так, ладно, что же там по амфибии на нашем замечательном агрегате? Здесь, в принципе, все логично и понятно. Подъезжаем к берегу, начинаем плыть куда-то там в сторону, чтобы вроде как зайти противнику во фланг и пострелять с моря. Только стоит учесть первое и самое главное, наша максимальная скорость на воде всего лишь 9 км в час. И это уже не говоря о сюрпризах, которые нас ждут чуть позже. Мало того, что сейчас вот видите, да, карта джунгли и нам пишет «Вернитесь на поле боя», подплываем камнем, чтобы его обойти и прям выйти на сушу. В задницу противника, грубо говоря, во фланг. А у нас начинается отсчет до самоуничтожения. То есть даже карты нам говорят, что танки и амфибии этой игре нахер не нужны. Они тут только для галочки. Поэтому остается довольствоваться лишь хорошими боевыми характеристиками на суше у этого японца. В остальном, как вы понимаете, бесполезняк. Но в целом, как коллекционная-то машина охрененная. То есть ее в любом случае по возможности стоит получить. Я вам ее настоятельно рекомендую. В остальном же, ребят, никакой эффективности, никакого фарма не ждите. Это первый ранг. Он априори бесполезен для того, чтобы поднимать баблишко на вашем аккаунте. Итак, ребят, у нас остаются еще кое-какие призы. Это корабль, еще и самолет. Но, честно говоря, из всего, что предлагалось в данных призах, мне интересен был только Японец и БМД-4. Но остальное как-то по барабану. Но если очень надо, я, конечно, сделаю одно коротенькое видео с оценкой этих машин. Если, конечно, вам будет интересно, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Ну и, собственно, все. Ждем БМД-4. Оценим самый главный приз всего этого задротства. И делимся мнением, пользуемся ссылочками в описании под видео, лайком поддерживаем ролик. Ну, все как обычно. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok